Привет! Это ежедневные новости о Доме-2. На канале смотрим с Брагиной. Итак, что же новенького произошло у домовцев за этот день? На проект пришли новенькие участники. Юлии Егоровой, 20 лет, она из Кирова. Она хотела прийти к своему бывшему парню Даниилу Гухману, но затем передумала и выбрала Рому Гриценко. Яне Петровой, 20 лет, она из Краснодара. Она любит экспериментировать с волосами, работает на кладбище, пришла к Денису Давыдову. Также из Краснодара и Виктор Сисей, ему 23 года. Он мастер спорта по акробатике, работал в цирке, пока симпатия не определился. А этих молодых людей на Доме-2 не оставили. Юрий приходил к Лене Хроминой, а Полина к Алексею Безусу. А Света Юрченко, похоже, покинула проект и лишь отправилась в отпуск. Она уехала в Питер и намерена эти пять дней плодотворно там потрудиться. Приличным способом. Намерена заняться бизнесом бывшая участница Алиса Триандафилиди. Она открывает интернет-магазин купальников. Алексей Безус расстался с Каролиной Бабенко. Они не понимают друг друга. А Илья Яббаров и Алена Савкина так и не покинули проект. Яббарову все-таки пришлось выполнить указания ведущих. Илья был наказан за хамство и теперь занимается с новенькой Катей Скюти французским языком, с той девушкой, которой он нахамил. Денис Давыдов сомневается, строит ли ему отношения с Дашей друзьяк. А смущает его бойцовский характер девушки. В одном из будущих эфиров нас ожидает возвращение на поляну Ольги Рапунцель. Она так и не спешит признавать жениха своей младшей сестры. Рапунцель заявила, что ее семья это дочка и Дима Дмитренко, а Алена всего-навсего родственница. Ябаров на эти слова очень бурно отреагировал. Савкина с трудом успокоила свою сестру и своего парня. Бывшие участники проекта Тимур Салибеков и Юля Колесниченко ждут пополнения в семье. Кого ждем, пока не знаем, пишет Юля, но рады и мальчику, и девочки. Таня Мусульбес сделала операцию по коррекции ушей. Она давно об этом мечтала, и результат уже ее радует. Вика Боня показала своего молодого человека. Она появилась на Каннском фестивале под руку с французским миллионером. Это 41-летний бизнесмен Пьер Ангюран. Самой Вике 38, они прекрасно смотрятся вместе. Один известный психолог поставил диагноз Артему Сороке. Он проанализировал его энергетику и сказал, что Артем страдает раздвоением личности. Сегодня он притворяется добрым и хорошим, а потом тут же превращается в тирана. Вчера была экстренно госпитализирована одна из участниц проекта, Катя Родина. У нее поднялась температура, и ей врачи поставили диагноз «камни в почках». Катя отказалась от полного обследования и сбежала из медицинского учреждения. Все это ради Ромы Гриценко. Она узнала, что к ее любимому придет другая девушка. Рома Капаклы в своем инстаграме делает все, чтобы увеличить количество своих подписчиков. Вчера, например, он публиковал ролик, где у Саши Черной из-под платья вываливался шивот, а сегодня опозорил Артема Сороку. Он снял на видео, как Сорока, сидит в очень эпатажном виде. На унитазе и в уборной комнате с маской для сна на глазах и со шваброй в руках. Продолжают дружить две бывшие популярные участницы Дома-2 – Ольга Солнце и Настя Дашко. Солнце была в Екатеринбурге и встретилась с подругой. Тата и Валера Блеменкранц окончательно покинули Дом-2. Они официально со всеми попрощались. А Марина Тристановна рассказала, что в этом году выходит замуж. «Мы построили замечательную семью», – пишет Валера, – «и идем дальше добиваться еще больших успехов в жизни». Это все новости Дома-2 на сегодня. Подписывайтесь на мой канал и будем смотреть Дом-2 вместе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова